Криминальная хроника, аналитические материалы правоохранительной тематики, обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты – все это в передаче «Дежурная часть». Здравствуйте! В данном выпуске сотрудниками ГУВД «Ташкента» пресечен факт торговли людьми. Заключен под стражу молодой человек, занимавшийся закладкой наркотических средств. В Юнсабадском районе выявлен факт вымогательства. Торговля людьми является организованным транснациональным преступлением, в борьбе с которым многие страны объединяют свои усилия. В качестве эффективных мер по предотвращению торговли людьми применяется комплексный подход на международном уровне, в странах происхождения, транзита и назначения, который включает меры, направленные на предупреждение этого явления, наказания преступников и защиту их жертв, в том числе посредством обеспечения общепризнанных прав человека. У нас с мамой нет собственного дома. Снимаем квартиру. Я выучилась на ветеринара и работала. Но денег не хватало. Я влезла в долги. Потом я познакомилась с Севарапой и снимала у нее жилье. Так начала свой рассказ Азиза, девушка, ставшая жертвой торговли людьми. Моя сестренка Айша уехала в Турцию летом прошлого года. Там она жила у Кинана, забеременела и в декабре вернулась домой. Тогда Кинан попросила отправить другую девушку. Она предложила мне работу, занятие проституцией в Турции. Сказала, что ее сестренка Айша уже работает там и попросила поработать вместо нее. Я согласилась и 9 декабря полетела в Анкару. Там я проработала три месяца. Мне было очень тяжело. Я не знала языка, меня постоянно били. Потом через интернет я нашла работу на Кипре. 5 марта я улетела туда и работала в клубе. Танцевала и оказывала интимные услуги. Проработала два с половиной месяца. И 12 мая вернулась в Ташкент. Азиза, находясь на Кипре, связалась со мной. Просила помочь ее подруге. Дала ей мой номер. Хозяин клуба на Кипре попросила отправить фото новой девушке. Она ему понравилась. Он отправил билет. А потом я проводила ее в аэропорт. Однако сложившаяся сложная ситуация и жизненные трудности ни в коем случае не могут служить оправданием занятия проституцией и торговли людьми. Благодаря предпринятым мерам сотрудниками ГУВД Ташкента был выявлен и пресечен факт торговли людьми. 18 мая в ГУВД заявлением обратились две девушки, сообщившие о том, что некая Севара намеревается отправить их на Кипр через Турцию для занятия проституцией. Стало известно, что женщина должна была найти и сопроводить девушек в аэропорт. За каждую девушку она должна была получить 100 долларов США. В ходе следствия было установлено, что женщина отправила в Турцию для занятия проституцией сначала свою сестренку, а затем на ее место Азизу. И при попытке отправить Барно на Кипр 19 мая задержанную международному аэропорту сотрудниками ГУВД. Позже Азиза также была задержана. Собранные по данному факту документы были переданы в следственный отдел Янихаевского района. По данному факту в отношении женщин следственным отделом управления координации деятельности органов внутренних дел Янихаевского района города Ташкента возбуждено уголовное дело по ст. 135, часть 2, пункт Е Уголовного кодекса Республики Узбекистан, то есть торговля людьми, совершенной по предварительному сговору группы лиц. В настоящее время предварительное следствие продолжается. Уважаемые граждане, если вам поступит заманчивое и подозрительное предложение по работе за границей, просим вас незамедлительно обращаться с заявлением в органы внутренних дел. Дабы предотвратить подобные нежелательные ситуации, ответственными сотрудниками ГУВД Ташкента регулярно проводятся встречи с молодежью. Согласно плану, в высших учебных заведениях состоялись семинары, посвященные профилактике правонарушений. Сотрудниками уголовного розыска ГУВД Ташкента регулярно проводится профилактическая работа с молодежью. Так, в столичных вузах состоялись мероприятия, направленные на пресечение фактов торговли людьми, предотвращение распространения ВИЧ среди граждан, предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ. В ходе встреч сотрудники ГУВД рассказали о мерах по выявлению, защите и социальной реабилитации жертв торговли людьми, оказанию медицинской, психологической и иной помощи гражданам, ставшими жертвами подобных преступлений, проведению расследований и привлечению к ответственности лиц, причастных к торговле людьми, а также устранению условий, создающих возможность их совершения. Были продемонстрированы видеоролики на данную тематику, а также видеосюжеты, подготовленные на основе реальных событий. Так, в Ташкентском государственном юридическом университете обсуждались наиболее важные аспекты борьбы с правонарушениями и преступностью в обществе. Проблема торговли людьми является актуальной и в нашей стране. В Узбекистане формирована полноценная правовая база, ратифицирован ряд международных документов по противодействию торговли людьми. Ответственные ведомства и организации проводят ряд специальных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение подобных фактов. В свою очередь студенты живо интересовались, какая работа ведется с лицами, попавшими в сложную ситуацию, и какая поддержка оказывается им со стороны ГУД. В ходе встречи нам рассказали о таких темах, как торговля людьми, предупреждение ВИЧ и СПИД, а также недопущение распространения чуждых нам идей. Нам объяснили и посоветовали быть осторожными при посещении различных сайтов и групп в социальных сетях. Таким образом, ранняя профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде является одной из социально значимых задач нашего государства, так как здоровое и гармонично развитое молодое поколение является основной опорой нашего общества. В преддверии Международного дня борьбы с злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, который проходит 26 июня, сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел города Ташкента и Управления координацией деятельности органов внутренних дел Мирзолукбекского района был организован и проведен семинар со студентами Университета мировой экономики и дипломатии, а также в филиале Российского государственного педагогического университета имени Герцена в городе Ташкенте. Сотрудники правоохранительных органов рассказали о тенденциях распространения наркотических средств, синтетического происхождения в столице, а также ознакомили студентов о методах борьбы, которые ведутся в интернет-пространствах с применением новых технологий и отслеживания сайтов, профилирующихся на распространение наркотических веществ. Надо отметить, что в настоящее время наркомания – одна из быстро распространяющихся проблем в нашем обществе. Человек сам по себе не становится наркозависимым. Неуверенность в себе, семейные и бытовые проблемы, невыносимая жизнь и неумение решать свои проблемы часто приводят к наркозависимости. Для того, чтобы не стать наркоманом, нужно избегать плохой компании, никогда не общаться с теми, кто уже употребляет наркотики. У человека должна быть конкретная цель в жизни, чтобы он с раннего возраста приучался к здоровому образу жизни. Безусловно, совместная деятельность позволяет организовать и проводить профилактическую работу гораздо эффективнее. Цель таких мероприятий – разъяснить студентам об отрицательном воздействии негативных последствиях злоупотребления наркотическими и психотропными веществами. В свою очередь, сотрудники объяснили студентам, что за распространение наркотических и психотропных средств есть уголовная ответственность. Сегодня в нашем университете совместно с сотрудниками ГУВД города Ташкента был организован учебный семинар на тему «Наркотики. Чума XXI века». В ходе семинара мы получили исчерпывающие ответы на интересующие нас вопросы. Нам рассказали о последствиях употребления наркотических средств, а также мероприятиях, проводимых в нашей стране. Борьба с незаконным оборотом наркотиков, кроме силовых методов, должна включать в себя и образовательный момент. Человек, собирающийся нарушить закон, должен понимать, какое наказание повлекут за собой такие действия. Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели нам такую обширную беседу про наркозависимых людей и, в общем, про наркотики. Эти информации все были для нас очень, так сказать, полезными, и я думаю, что каждый должен поступать правильно, главное, по своей совести и идти правильным путем. Также студентами были заданы интересующие их вопросы, на которые они получили полноценные ответы. Всем известно, что образовательный процесс, он непосредственно связан и с воспитательным процессом молодого поколения, потому что это будущее нашей страны. И сегодня в филиале РГПУ имени Герцена в городе Ташкент была проведена лекция очень содержательная именно по профилактике и предотвращению наркомании среди молодежи. Мы благодарны сотрудникам правоохранительных органов за столь содержательную лекцию. Я думаю, что она была очень полезна для наших студентов и каждый из них сделала для себя выводы. Наркомания – страшная болезнь общества, поэтому и бороться с ней должны не отдельные организации и лица, а все общество в целом. Только тогда это противостояние принесет плоды, и мы сможем сказать, что способны выстоять в войне с наркоманией. Сегодня наркоторговцы часто предлагают свои услуги через интернет и реализуют товар методом так называемых закладок. Закладка с наркотиком представляет собой небольшой герметично запечатанный пакетик. Изготовленный сбытчиком либо посредником для дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Так, при попытке спрятать очередной сверток сотрудниками Челанзарского района был задержан гражданин соседней республики. Преступления, связанные с наркотиками, из ряда тяжких. И санкции по ним крайне суровые. Согласно статье 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, действия курьеров-закладчиков расцениваются как незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В зависимости от объема сбываемых веществ, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 20 лет. Но, несмотря на это, некоторые молодые люди, желая быстро и легко заработать, соглашаются на сомнительные предложения о работе. В ходе беседы молодой человек рассказал, что занимался закладкой наркотиков сначала в Бишкеке, а затем и в Ташкенте. При попытке спрятать очередной сверток молодой человек был задержан сотрудниками Челанзарского района. В ходе проверки у него обнаружили и изъяли 226 пакетиков, внутри которых находилось наркотическое вещество мифедрон весом 230 грамм. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 273 незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равна их сбыт Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Я совершил большую ошибку, не советую на такую работу поехать. Это нехорошо. Уважаемые граждане, помните, только совместными усилиями можно предотвратить распространение избыт психотропных веществ. Уберегите своих родных и близких от употребления наркотиков. Любое требование передать денежные средства с нарушением действующих правовых норм, особенно если оно сопровождалось угрозами, преследуется по закону. Произнесенное вслух требование о передаче денег, подкрепленное угрозами серьезных последствий в случае его невыполнения, является достаточным обстоятельством для возбуждения дела о вымогательстве и начале уголовного преследования. В мае текущего года в Управлении координации деятельности Органов внутренних дел Юнсабадского района с заявлением обратились четыре молодых человека. Они сообщили о факте вымогательства. По заявлению незамедлительно было проведено оперативное расследование, в ходе которого было установлено, что трое уроженцев Ташкента, заранее сговорившись, запугивали молодых людей, приехавших учиться в город, и присваивали себе их деньги. Мой знакомый с Махали попросил у меня денег – 250 тысяч, и сказал, что скоро вернет. Я дал ему денег, потом попросил еще 100 тысяч. Затем он стал просить деньги каждый день под разными предлогами. У него при себе был нож, я испугался. Так продолжалось в течение года. Я попросил 100 тысяч, он дал. За год я брал деньги где-то 5-6 раз, но ни разу деньги не вернул. Мне позвонил знакомый, захотел встретиться. С ним были еще двое, я был с другом. При мне был телефон, он сказал отдать его им. Забрали телефон и сказали, если я хочу его вернуть, я должен дать им 500 тысяч. Они стали угрожать мне, но я сказал, что у меня нет столько денег. Потом они продали этот телефон за 300 тысяч. Ситуация также была изучена прокуратурой города Ташкента. Они взяли на контроль данный факт. Сотрудники уголовного розыска и следственного отдела совместно с представителями прокуратуры разработали план оперативных мероприятий. В результате принятых мер три злоумышленника были задержаны с поличным при вымогательстве денег. Они сказали, что я по-любому должен дать им денег. У одного из них при себе был серп. Он стал угрожать мне. Я прошу прощения за содеянное. Это было неправильно. У одного из этих молодых людей в руке был нож, а у другого серп. Теперь лица, привыкшие запугивать других холодным оружием, будут отвечать перед законом. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 «Вымогательство Уголовного кодекса Республики Узбекистан». В отношении подозреваемых было избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются. Уважаемые граждане, если вы оказались в подобной ситуации, немедленно обращайтесь в ближайший отдел внутренних дел или звоните на номер 102. В следующем видео ГУВД Ташкента просит оказать содействие в розыске двух граждан, пропавших без вести. Главное управление внутренних дел города Ташкента просит оказать содействие в розыске пропавших без вести. Ирис Кулова Фатима Кудратовна, 1989 года рождения, которая 18 апреля текущего года вышла из дома по адресу Сергилийский район, улица Мохичихра и не вернулась. Приметы. Рост 165-170 см, длинные черные волосы, среднего телосложения. Была одета белая туника в цветочек, красный платок, красные тапочки, белые раскрешенные штаны в цветочек. Крупнов Александр Евгеньевич, 1983 года рождения, который 13 августа 2021 года вышел с массива панельный и пропал без вести. Приметы. Рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карии, короткие волосы, на правом верхнем веке имеется шрам. Был одет бордовая майка, разноцветные шорты, серые кроссовки. Уважаемые граждане, если вы располагаете информацию о местонахождении вышеуказанных лиц, просим сообщить в ближайший отдел внутренних дел или по номеру 102. Уважаемые жители и гости Ташкента, напоминаем, будьте осторожны, желая помочь незнакомцу. Не стоит давать в руки незнакомым вам людям ваши личные вещи. Если у вас просят телефон для звонка, скажите, что никому не даете свой телефон, но без проблем можете помочь. Пусть незнакомец продиктует вам номер человека, с которым нужно связаться, и скажет, что ему передать. Будьте бдительны. Будьте бдительны. Будьте бдительны. А также телеграм-канал начальника ГУВД Ташкентра. Берегите себя и близких. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА